Прежде чем мы будем говорить с вами про зоологию, давайте с вами вспомним, чем же у нас зоология все-таки отличается от ботаники, чем же у нас животные отличаются от растений. В первую очередь у нас есть отличия на клеточном уровне, то есть если мы будем брать клетки растений, то у нас обязательно там есть целлюлозная оболочка, обязательно есть пластиды и обязательно есть вакуоли с клеточным соком. Ну и в принципе клетки именно растений в большинстве случаев, это мы прекрасно с вами знаем, растения у нас зеленого цвета, большая часть растения, которая у нас возвышается над почвой, над землей, она имеет зеленый цвет, соответственно пластиды у нас фотосинтезирующие есть. То есть и еще у нас растения являются автотрофами, которые сами себе способны питательные вещества синтезировать. Если мы будем говорить про животную клетку, то у животной клетки нет твердой оболочки, соответственно ни пластид, ни вакуолий. И в отличие от растений, животные они гетеротрофы, они не умеют сами себе синтезировать питательные вещества. Поэтому животные обязаны употреблять в пищу, либо каких-то других животных, либо какие-то растительные материалы для того, чтобы выработать у себя как бы вот эти вот питательные вещества, чтобы они ему поступали в организм. Если мы будем говорить про растения, то растения они всегда неподвижны, ну в большинстве случаев. Конечно же, если у нас растения не передвигаются, например, с течением, да, или же не передвигаются там по ветру, да, потому что мы знаем, что у нас есть ряд растений, которые передвигаются ветром, например, там всякие перекати поля, да, которые могут передвигаться. Или же если мы будем брать водные растения, если вы помните, это у нас низшие мхи, которые у нас способны жить в воде, у них совершенно нет, да, они там прекрасно на поверхности воды живут и передвигаются, куда их течение, ну как бы будет передвигать, да, грубо говоря, куда их течение будет нести. Если мы будем говорить про одноклеточные водоросли, то они, конечно же, подвижны, но их передвижение тоже относительно небольшое. То есть это всего лишь передвижение непосредственно к свету. Если мы будем с вами брать хламидомонаду, вы помните, да, у нас там есть красный светочувствительный глазок, и хламидомонада, она все-таки плывет по направлению к свету. Если мы будем говорить про животных, то животные могут передвигаться на достаточно большие расстояния благодаря, да, строению тела, благодаря тому, что у них есть конечности. Ну и животные способны к такому прекрасному действию, например, как миграции. Мы с вами можем видеть миграцию птиц, когда у нас перелетные птицы, да, за китанием, да, улетают осенью на юг, и к нам весной возвращаются. Мы будем говорить с вами про миграцию животных, например, в период засухи, если мы будем с вами брать, например, Африку, да, континент. Там, соответственно, саванны все, они пересыхают в период засухи, животные мигрируют в поиске, допустим, травоядные, да, животные в поиске пастбищ, где они могут питаться. Ну и хищные животные тоже мигрируют вместе с ними. Это что касается у нас так называемых высших животных или позвоночных, а если мы будем говорить с вами про одноклеточные животные, то там, конечно же, у нас есть всевозможные жгутики-ресниточки, благодаря которыми на небольшое расстояние, но все-таки у нас животные будут передвигаться. И передвигаться будут не за светом, да, как одноклеточные водоросли, а за более благоприятными условиями жизни, например, за питанием. Да, рост у растений, у большинства растений продолжается в течение всей их жизни. Мы наверняка с вами уже говорили, например, у гласименных растений есть такое необычное растение, которое называется вульвичия. Удивительно, у нее листья растут в течение всей ее жизни. Вообще растение растет в течение всей своей жизни. Она постоянно утолщается, становится ствол толще, а листья растут всю жизнь. У нее всего три листа, и они вырастают до колоссальной просто длины, постоянно скручиваясь и отмирая на концах. То есть концы листьев отмирают, а основание листа все еще растет. Если вам будет интересно, почитайте или посмотрите какой-нибудь ролик в интернете, это действительно удивительное растение. У животных рост происходит до какой-то определенной стадии. То есть у каждого животного генетически заложен определенный размер и, ну, как бы рост, да, если мы будем говорить про животное, которое в высоту растет. Ну, и если мы будем говорить про животных, то, в принципе, животные у нас очень сильно эволюционировали в процессе своей жизни. И когда вот мы с вами будем как раз зоологию изучать, мы будем от одного живого организма к другому видеть какие-то новые органы, которые появляются для того, чтобы улучшить жизнь наших животных. То есть если мы, например, с вами будем говорить, самые яркие такие представители, да, если мы будем говорить с вами про червей, да, у нас будут с вами плоские червы, круглые червы, кольчатые червы, то когда мы будем от одного червя к другому переходить, то мы с вами будем видеть, что у червей появляются совершенно необыкновенные органы, которые помогают червям жить и как бы существовать в более комфортных для них, можно так сказать, условиях. Это первое, что у нас касается зоологии. Это сравнительная характеристика растений и животных. Ну и раз мы с вами заговорили сейчас про клетки, про наши, да, то нам нужно в первую очередь сейчас поговорить про клетки животных, про животные клетки. Так, если мы будем говорить про строение животной клетки, давайте посмотрим. Вот она у нас здесь такая симпатичненькая представлена. Давайте с вами поговорим, какие же у нас здесь есть интересные, из чего состоит клетка, да. В клетке в первую очередь есть ядро, есть ядрышко, да, эндоплазматическая сеть. У нас есть обязательно у нашего, у нашей клетки лизосомы. У нас есть обязательно аппарат Гольджи, у нас обязательно есть микроворсинки, да, у большинства клеток. Есть очень важные митохондрии, рибосомы, включение запасающего вещества, да, и обязательно есть цитоскелет и сеть разных микротрубочек для осуществления жизни нашей клетки. Сейчас мы с вами разберем, клетка животная от растительной клетки у нас все-таки отличается. Итак, давайте начнем, что у нас есть ядро. Ядро есть у нас у большинства животных клеток, да. Почему у большинства? Сейчас мы с вами чуть позже говорим об этом, да. У нас есть, например, всевозможные там бактериальные клетки, бактерии, да, у которых у нас ядра не существует. Но мы с вами об этом поговорим. Для чего же нам нужно ядро? В ядре у нас хранится, ну и, соответственно, впоследствии передается наследственная информация. Ядро, оно обычно находится слегка сдвинутое от центра клетки, но занимает, тем не менее, можно так сказать, центральное положение клетки. То есть вокруг ядра у нас как бы крутятся все остальные органоиды. Ну, если вы, да, позволите так сказать. Вы можете посмотреть, что вокруг клетки у нас расположена какая-то сеть микро-каких-то трубочек, микро-пузырьков, которые образуют так называемый вот какой-то лабиринт, да. Это у нас эндоплазматическая сеть. Или очень часто, вкратце, это называется ЭПС. Вы можете это увидеть в литературе ЭПС, да. Это сеть всевозможных мембран, да, соединяющих мембрану ядра, да, и как бы отводящую ее в сторону. Значит, здесь у нас происходит синтез и транспорт жиров и углеводов в клетке. Вообще у нас эндоплазматическая сеть делится на две части, на гладкую эндоплазматическую сеть и на шероховатую эндоплазматическую сеть. Если мы будем говорить про шероховатую эндоплазматическую сеть, то здесь у нас происходит синтез и транспорт белков. Когда мы с вами будем говорить про белки, жиры и углеводы, мы с вами про это будем говорить и на основании синтеза этого клетки. Далее, если вы посмотрите, то рядом с эндосплазматической сетью вы можете увидеть такой желтоватый пузырек. Это у нас лизосома. Лизосомы есть в большинстве клеток, и внутри себя лизосома содержит большое количество кислот, то есть там кислая-кислая среда, и она у нас нужна для пищеварения. То есть в большинстве случаев говорят, что именно лизосомы участвуют в пищеварении, хотя в принципе лизосома на клетке используется как такая большая печь. Туда могут вообще в принципе сваливаться все ненужные отходы клетки, которые вот и некуда ее девать. Вот она их в лизосомы будет запихивать для утилизации. Так, далее у нас идет, так, давайте посмотрим аппарат Гольджи. Вот он у нас, да, есть такой вот красивенький. Так, ну он тоже у нас состоит из всевозможных трубочек, да, из всевозможных пузырьков. И здесь у нас происходит транспорт белков, синтез ферментов всевозможных, да. И он тоже, в принципе, он есть в клетке, в любой животной клетке он обязательно будет находиться. Еще очень важный органоид – это у нас митохондрия. Про митохондрию в высших учебных заведениях отводится отдельная, как сказать, такая тема, достаточно большая. Потому что митохондрия – это достаточно сложный органоид. Обычно он овального, такого овальной формы. Внутри у нее всегда есть двойная мембрана. Между внутренней и наружней мембраной у нас есть определенная полость. Да, вот эта вот мембрана внутренняя, она у нас образует всевозможные складки. И там у нас происходит энергетический обмен. Клетки – это достаточно сложный, как это сказать, сложный процесс. МТС – это преобразование глюкозы в энергию. Мы с вами об этом тоже будем отдельно говорить. Это будет совершенно отдельная тема. Сейчас мы просто будем с вами вкратце основывая вот этот ввод в зоологию. Вообще, если мы будем говорить про митохондрию, то насчет нее высказывается сейчас, ученые высказывают совершенно невероятные гипотезы. Например, есть такая гипотеза, что у нас митохондрия в клетке выполняет симбиотические функции. То есть митохондрия – это у нас симбиот. Почему? Потому что митохондрия, в принципе, большинством веществ может обеспечить себя сама. То есть это совершенно удивительная органелла. И просто в процессе эволюции у нас какие-то клетки извне вошли в наши животные клетки. И в процессе эволюции у нас появился такой симбион. Тоже постараемся с вами это обязательно проговорить. Но, в принципе, можете прочитать об этом в интернете. Это достаточно интересная тема. Я уже сказала, что митохондрия – это энергетический обмен клетки. Далее у нас идут рибосомы. Рибосомы у нас осуществляют синтез белков. Далее у нас всегда есть клеточный центр в клетках. Вот здесь он представлен таким количеством микротрубочек, которые как бы отходят из центра к периферии и имеют вид цветочка. Чаще всего его таким образом показывают. Вот вы здесь видите. Клеточный центр участвует у нас в делении клетки. Так, далее у нас есть вакуоли. У нас существует пищеварительная вакуоль у клеток. У нас есть сократительная вакуоль. Если тут идет речь, в сократительной вакуоле – это избавление от излишки воды или непереваренных остатков пищи. И, как вы понимаете, например, вакуоле у нас есть у одноклеточных организмов. Когда мы с вами сейчас будем об этом чуть позже говорить. Так, какие у нас еще здесь есть органеллы? А, подождите. Мы с вами совершенно почему-то не затронули тему цитоплазмы. У нас всегда у животных клеток есть, соответственно, цитоплазма. Здесь у нас происходят такие процессы, как транспорт веществ, всевозможные химические реакции. Ну и плюс, самая одна из важных органоидов – это у нас клеточная мембрана, которая у нас окружает снаружи нашу клетку. И, во-первых, здесь у нас идет защитная функция. То есть у нас клеточная мембрана, она окружает клетку, не дает содержимому клетки наружу, да, как бы вырваться. Она защищает клетку. Через нее проходит транспорт веществ определенных. Ну и, как уже было сказано, отделяет внутреннее строение клетки, внутреннее содержание от внешнего содержания. Особенно это актуально, когда мы с вами говорим, например, про одноклеточные организмы. Так, это все, что у нас касалось... Ну и плюс у нас может быть здесь включение запасающих веществ, потому что, как вы знаете, животные клетки, в отличие от растительных, они запасают в себе гликоген. Да, растительные клетки у нас запасают крахмал, животная клетка запасает гликоген. Итак, если мы будем с вами говорить про все царство животных, то именно на данный момент мы с вами будем рассматривать это в основном под царство простейших. Здесь у нас такое же есть разделение, как и в ботанике. Если помните, в ботанике у нас была ботаника низших и ботаника высших растений. Здесь у нас простейшие и многоклеточные растения животные. Еще у нас царство животных выделяет в совершенно отдельное подцарство это вирусы и в отдельное подцарство бактерий. Простите, пожалуйста, ребята, слайд про бактерии я не успела добавить. Кана у нас захлопнулась. Так, давайте поговорим сперва про вирус. Итак, с вирусами каждый из вас знаком. Вирус наверняка каждый из вас хоть раз в жизни какой-то выцепляли. Например, у нас совершенно распространенный, знакомый всем вам – это вирус гриппа. Когда у нас повышается температура, начинается ломота в теле, особенно ломят у нас нижние конечности. Вот таким образом у нас проявляет себя вирус. Одно время ученые достаточно длительное время думали, куда же запихнуть вирус. Является ли вирус живой, живым или это не живая какая-то форма, что это. И в конце концов просто решили, что вирус – это не клеточная форма жизни, которая у нас существует за счет организма хозяина. Ну, кто-то говорит, что паразитирует на организме хозяин. Итак, если мы будем говорить про само открытие, про вот это вот само открытие вируса. Вот это очень важно, потому что про это очень часто бывают вопросы в… олимпиадах, простите, ребят, я забыла, как это… как лето, я забыла, как олимпиада называется. То в конце XVIII века у нас был такой ученый Ивановский, который изучал такое заболевание, как мозаичная болезнь табака. То есть листья покрывались просто такими небольшими вкраплениями коричневого цвета. То есть создавалось ощущение, как будто лист состоит из коричневой мозаики, с небольшими прожилками зеленого цвета, отчего листья гибли, но и растение получало очень большой урон и в конце концов погибало. Если вы знаете, то в хозяйственной деятельности, так сказать, у табака используют именно листья, и поэтому гибель листьев для человечества того времени была достаточно такой проблемой. Ну и, в общем, Ивановский начал думать, как же излечить эту болезнь. На тот момент бактерии человечества были известны, а вот про вирусы человек еще не знал. И поэтому Ивановский решил измельчить листья табака и провести его через пропустить, растворить, естественно, эти листья, измельченные в воде, и потом пропустить всю эту кашицу, вода с остатками листа, через очень тонкий бактериальный фильтр. И вода, которая вышла в результате, он решил привить ее здоровому кусту табака. Ну и, соответственно, по логике Ивановского, если это действительно была бактерия, то вот жидкость, которая вышла, вот этот клеточный сок с перемешкой с водой, которая прошла через тонкий бактериальный фильтр, эта вода была абсолютно чистой и не должна была наносить урон здоровому растению. Но, несмотря на это, здоровый куст табака заболел и покрылся опять-таки вот этой мозаичной болезнью. Вот именно тогда у нас Ивановский предположил, что, возможно, есть какие-то живые организмы, намного меньше бактерий, которые точно так же определенный урон приносят растениям. Вот именно тогда были и открыты вирусы. Итак, из чего же у нас состоит вирус? Вирус у нас состоит из вирусной части, по-другому он называется вирион. Так, давайте-ка. А, нету, нету больше, простите, пожалуйста. Так, вирион. Так, он содержит нуклиновую кислоту, либо ДНК, либо РНК, да, как бы что там содержится. У нас может быть у вируса одноцепочная ДНК, да, или двухцепочная РНК. То есть что? В зависимости от типа вируса, там какая-то нуклиновая кислота сидит. Так, нуклиновая кислота сама по себе, она будет упакована в белковую оболочку, капсид. Снаружи могут находиться липопротеиновые оболочки. Это так называемый суперкапсид. Вот суперкапсид, он встречается не очень часто, но характерен, например, для вирусов гриппа или для вирусов герпеса. Думаю, что каждый из вас хотя бы с вирусом гриппа знаком. Итак, мы здесь это, да, можем видеть. Вот у нас здесь нуклиновая кислота, да, капсид, суперкапсид. И путь заражения вируса, он у нас происходит очень интересным способом. Да, у нас в первую очередь происходит абсорбция. Это когда у нас вирус должен прикрепиться к здоровой клетке, когда он проникает в организм. Как мы знаем, вирус, он не может существовать сам по себе. Нет, но он сам по себе, конечно же, может существовать. Но у него есть проблема. Он не умеет размножаться вне клетки. То есть ему обязательно нужна живая клетка для того, чтобы размножиться, чтобы максимально распространиться. Итак, вот эта самая абсорбция, она протекает при помощи белков, которые находятся на капсиде или на суперкапсиде. Вот мы можем их здесь видеть. Вот они у нас, да, торчат такими репеечками, да. Так вот, с помощью вот этих белков вирус прикрепляется к клетке. Оболочка вируса включается в состав цитоплазматической мембраны клетки. И генетический материал, он входит в состав цитоплазмы клетки. Вот на этом этапе, когда вирус у нас проник в организм, вирус у нас проник в клетку, мы никак не можем проявить у себя симптомы заболевания. Чаще всего после того, как в ваш организм попал в вирус, у вас проходит не менее трех дней, прежде чем у человека появляются первые симптомы. Это повышение температуры, это ломота в теле. Или же, если мы будем говорить про герпес, у нас всевозможные пузырьки на теле могут появляться. Это может быть, да, например, на слизистой оболочке рта, да, на губе очень часто возникают такие маленькие волдырики. Вот эта вот стадия, да, латентная, когда у нас вирус проник в клетки, она называется провирус. То есть мы еще не знаем, что в нашем организме этот вирус находится. Признаки заболевания у нас появляются при активации вирусного генома внутри клетки. Тут у нас происходит деление вирусного генома и собираются новые белки, да, собираются капсиды, появляются копии вирусного генома, то есть внутри клетки у нас образуются маленькие новые вирусы. После того, как сборка вирусов завершена, у нас происходит выход вирусов наружу. Да, вот в этот момент, когда у нас внутри здоровых клеток делится вирус, мы у себя уже можем какие-то, да, признаки недомогания ощущать. И вот самое плохое, что несет вирус в организм, да, допустим, человека, не столько размножение внутри клетки. Да, если бы вирус просто размножился в клетке и спокойно вышел из клетки и пошел себе искать другого хозяина, даже пусть у нас были бы небольшие недомогания, у нас бы организм такого урона и ущерба не ощутил бы, поскольку во время выхода вируса из клетки он просто клетку разрывает на части, и она погибает. То есть большое количество вирусов начинает протесняться через цитоплазматическую мембрану, и просто клетка лопается, рвется на части. А как вы понимаете, вирус старается как можно больше клеток заразить, да, ну как бы посетить в клетках хозяина, в организме хозяина. И вот именно поэтому из-за этой цепной реакции у нас появляется вот эта самая реакция, да. Вот. Клеточная оболочка, да, просто у нас уничтожается. И это самое все, вот этот выход вируса наружу, оно приводит к смерти клетки. То есть клетка у нас погибает. У нас существуют вирусы животных, у нас существуют вирусы растений, и у нас существуют вирусы бактерий. Если мы будем говорить с вами про вирусы животных, то... Это я вам... Все, я поняла, ребят. Вот происходит, каким образом у нас заражение. Простите, пожалуйста, да. Вот, смотрите, видите, вирус у нас в клетку попадает, вот он размножается, и вот смерть клетки происходит. Вот именно поэтому мы здесь и видим, да, вот этот самый чувствуем заражение. Итак, вирусы у нас бывают, как уже было сказано, вирусы животных, вирусы растений и вирусы бактерий. Итак, если мы будем говорить про вирусы животных, то здесь у нас чаще всего, да, какие мы с вами знаем? Это грипп, как мы уже сказали, да, это герпес. Это мы будем говорить, если про вирусы человека. Ветряная оспа. Кстати, еще один штамм ветряной оспы, да, нашли. Ее теперь называют обезьяньей оспой. Все, опять весь мир ее боится. Дальше у нас идет спид, ипотит и полиамилит. Да, вот полиамилит у нас очень страшный вирус, поскольку его заражение совершенно никак не проявляется, но очень сильно действует на нервную систему человека, за счет чего это все может привести даже к прольчу. Человек может перестать ходить. Это все дело действует на нервную систему, а также действует еще и на кости человека. То есть очень страшный на самом деле вирус. Итак, также у нас существуют вироиды. Вироиды выделяют совершенно в отдельную, можно так сказать, тему, потому что в отличие от вируса, у вироида... Вироид у нас состоит только из кольцевой РНК. У нее нет оболочки, она ему не нужна. Вироиды, они у нас поражают в основном растения. Животные вироиды совершенно никак не затрагивают. То есть, видите, вот он как выглядит, да, такая вот колечко. То есть у нас здесь нет ни капсида, ни суперкапсида, только кольцевая... Кольцевая РНК. Я прошу прощения. Так. Далее у нас идут... Простите, ребят. Я прошу прощения, у нас тут очень насущие такие вопросы решаются. Так, далее у нас идут такие вирусы, как бактериофаги. Это вирусы, которые поражают у нас бактерии. И вот, когда мы с вами видим бактериофаг, он у нас совершенно интересно выглядит. И в отличие от бактерий, да, которые вот таким вот интересным образом у нас... В отличие от бактерий, в отличие от вируса, у нас показывают вот такую какую-то, да, на ежика похожую на шарик какую-то клетку, интересно выглядящую, то бактериофаги чаще всего вот таким вот образом зарисовывают. И очень часто создается ощущение, что это что-то такое внеземное и искусственно создано. Можете увидеть просто схему строения, да, бактериофага. А слева вы можете увидеть вот эту вот, в общем, компьютерную зарисовку, как у нас бактериофаг выглядит на самом деле. Конечно же, бактериофаги у нас очень малы, поэтому, как вы понимаете, даже прикрепленную у нас нету в интернете, вы не найдете даже с микроскопа, да, электронного, мы не можем прикрепить никакое изображение. То есть вот так вот оно выглядит по описанию ученых. Итак, бактериофаг у нас состоит из головки. Вот она у нас, да, здесь находится. Потом хвостовой отросток, да, и фибрилы. Фибрилы, вот почему-то все представляют, что вот этими фибрилами у нас бактериофаг бегает, да, вот как что-то такое, вот как паучок какой-то. На самом деле фибрилы нам нужны только для прикрепления бактериофага к бактерии. Она, соответственно, прикрепляется, внедряется. Ну и далее у нас происходит поражение бактериальной клетки. Он поражает клетку бактериальную и начинает плодиться. Ну и по типу заражения у нас разделяют бактериофаги на вирулентные. Это поражает бактериальную клетку сразу же и плодится. Ну и, как вы понимаете, в конце у нас что происходит? У нас происходит потом разрыв бактериальной клетки и разнесение бактериофага по другим бактериальным клеткам. Или же у нас существует умеренное заражение бактериофагом. Оно более, как сказать, более выгодно. То есть бактериофаг заражает клетку бактериальную, внедряется в нее и просто себе там живет, грубо говоря. Никак себя не проявляет. Пораженная клетка при этом делится многократно, плодится, но вместе с ней плодится при этом бактериофаг. И когда у нас возникает час икс, данный бактериофаг просто, не прилагая никаких особых усилий, выходит из пораженной клетки. Вот самое интересное, что бактериофаги, они очень активно используются человеком. В том плане, что у нас существуют всевозможные препараты лекарственные, которые у нас созданы на основе бактериофагов, которые у нас внутри человеческого тела, ну и внутри тела животных будут бороться с бактериями. То есть бактериофаг, попадая с инъекцией в тело человека, человеческие клетки никак не атакуют, а атакуют исключительно бактериальные клетки. Вот такое вот интересное применение. Так, мы с вами не проговорили, единственное, про вирусы растений, про вирусы животных, в том числе человека, мы с вами поговорили. Это гриб, оспа у животных, это всевозможные чунки, бешенство. А про вирусы растений, это существует такой вирус скручивания листа, вирус пятнистости перца, существуют вирусы мозаичности листа и так далее. То есть вы, в принципе, все эти вирусы растений можете увидеть, да, когда начинают всевозможные галы у нас расти на растениях, например, или же у нас начинает растение выпячиваться, лист неоднородный с какими-то вкраплениями, когда у нас лист начинает просто отмирать, ни с того ни с сего, да, засыхая, это все у нас вирусы листа. Об этом, кстати, очень активно говорят в теме сельскохозяйства. Если вдруг кто-то из вас пойдет именно на биолога, то прямо есть отдельная дисциплина сельскохозяйства. Там говорят про вирусы, которые поражают сельскохозяйственные культуры. Далее. Мы с вами будем говорить про подцарство одноклеточное. И вот здесь вот, ребят, на самом деле очень хочется буквально несколько минут у вас занять, чтобы проговорить с вами про тему бактерий. Потому что бактерии у нас выделяют тоже в отдельное подцарство. Если мы будем говорить с вами про бактерии, то бактерии – это у нас прокариоты, то есть они не имеют ядра. У нас существует кольцевая ДНК, она у нас располагается… Вот очень плохо, да, рассказывать без картинки. Если мы будем говорить с вами про одноклеточные, одноклеточных животных, да, то здесь у нас сарко-жгутиковые инфузории и споровики. Именно на их основе мы с вами сегодня и поговорим, и про них будем разговаривать. Вот так вот они выглядят. Вот такие вот они красавцы. Наверняка многие из вас видели одноклеточные организмы под микроскопом, потому что очень часто в школе на уроках зоологии у нас бывает практическая часть – это рассматривание, например, той же самой капли воды под микроскопом, да. Значит, это простейшие так называемые. Как правило, они обитают в воде или в каких-то влажных, там, во влажной почве где-то, где содержится большое количество влаги. Или же они обитают в теле живых организмов. Им обязательно нужна вода просто для того, чтобы они передвигались, потому что, как вы понимаете, изменяя форму тела или орудуя ресничками или жгутиками, на сухой поверхности мы ничего не добьемся. То есть у нас одноклеточные организмы просто не смогут передвигаться. Формы тела у них, когда, видите, разнообразные совершенно, они совершенно по-разному себя ведут в разных ситуациях. Итак, если мы будем говорить с вами про соркошкутиковые, то у нас здесь жгутики, да, как орган движения. У инфузорий, да, орган движения – это в первую очередь реснички, да, самая распространенная инфузория – туфелька, да, все ее знают, любят. И справики, да, здесь это паразиты, у них органов движения, в принципе, нету. Они обитают у нас в клетке хозяина. Если мы будем говорить с вами про систематику органов движения, то у нас есть ложноножки, они по-другому уже называются псевдоподии, да. Непосредственное выпячивание клеточной мембраны, например, у амёб, да. И под действием, изменением формы тела у нас происходит движение. Собственно, благодаря вот этим вот ложноножкам у нас происходит и захват питательных веществ. Далее у нас идут жгутики. Это тонкие длинные выросты из клетки, да, на поверхности клетки или из вне клетки, да, покрытые клеточной мембраной, и они, соответственно, содержат осевую нить, оксанему, которая помогает передвигаться нашему одноклеточному организму. Так, если у нас у клетки содержится, например, два жгутика, такое, да, тоже у нас бывает, то один жгутик – это как плавник, то есть он будет именно непосредственно передвигаться для того, чтобы крутиться, чтобы у нас клетка передвигалась. Второй у нас будет использоваться как руль. Так, ну и, конечно же, это реснички. Это тонкие у нас волосковидные структуры, которые покрывают все тело у нас эукаристических клеток. Так, питание. Ну, вообще в большинстве своем у нас бактерии, ой, бактерии одноклеточные – это гетеротрофы. То есть они питаются за счет других каких-то организмов, то есть поедая их. То есть непосредственно сами они у нас синтезировать питательные вещества не могут, да. То есть если мы будем говорить про одноклеточные организмы, то в царстве растений у нас, конечно же, существуют организмы, которые у нас могут, могут и умеют производить свое питательное вещество, а свои питательные вещества. Итак, значит, органоиды, которые у нас отвечают за пищеварение этого поля, это лизосомы. Ну и остатки пищи, соответственно, у нас выводятся из организма. Размножение у нас только бесполое. Бесполое, да, то есть у нас происходит деление клетки надвое. Либо половое размножение у нас существует крайне редко. И, в принципе, если оно происходит, то оно у нас происходит только одним способом из двух. Это либо копуляция, это образование половых клеток гомет, которые, соответственно, потом сливаются и образуют зиготы. Либо конъюгация, это обмен генетическим материалом между двумя особями, например, между инфузориями. Собственно, конъюганцию вы прекрасно знаете на примере ничатых водорослей. Мы с вами про это, собственно, и говорили. Далее у нас идет, что у нас существует раздражимость наших одноклеточных организмов. Это, соответственно, либо идет реакция на какие-то сигналы, поступающие из внешней среды. Либо же идет, существует у нас чувствительный глазок, так называемая стигма. Но и по отношению к свету у нас будет одноклеточный организм и передвигаться. Значит, дыхание у нас происходит через поверхность тела путем диффузии. Ну и энергетический обмен осуществляется окислением органических веществ кислородом с получением, соответственно, энергии. Главное, что нам нужно знать из темы простейшие, что простейшие – это свободоживущие организмы. Также существуют еще и паразитические животные. То есть они одноклеточные, но это уже животные. У нас здесь есть гетеротрофы, есть миксотрофы. Клетки простейших у нас покрыты достаточно плотной или иногда эластичной оболочкой. Если мы будем говорить с вами про плотную оболочку, то это инфузория, это жгутиковая у нас. Если эластичная оболочка, как вы понимаете, это амеба. В цитоплазме имеются постоянные и также временные иногда органоиды, а также одно, иногда несколько ядер. При неблагоприятных условиях у нас простейшие создают цисту для того, чтобы пережить неблагоприятный период жизни. Собственно, поведение точно такое же, как мы говорили с вами про одноклеточные водоросли. То есть в период неблагоприятных условий просто создают цисту и пережидает. Неблагоприятные условия могут выжидать достаточно большой промежуток времени. Временем.